Кинкофф – это статически типизированный язык программирования. То есть, если вы спрашиваете, чем он отличается от груми, то вот эти отличаются от груми. Статически типизированный. Статически типизированный значит, что, во-первых, есть компиляторы, которые ограничивают вашу фантазию. То есть, известно, что ничто так не ограничивает фантазию программистных компиляторов. Вот у нас есть этот компилятор, который ограничивает вашу фантазию. С одной стороны, с другой стороны, это значит, что для него есть хорошее IDE, которое позволяет вам рефакторить и рассчитывать на эти рефакторики спокойно. и для него есть приличный байт-код, который быстро выполняется. Как уже спрашивали сегодня, язык этот не узконаправленный, это не десы для написания IDE. Часто спрашиваю, правда, что вы делаете язык для написания IDE. Я боюсь отвечать «да», хотя это в некотором смысле, но поскольку вопрос бессмысленный, можно ответить «да». Но на самом деле, это, конечно, язык общего назначения, то есть его можно использовать как для дистопных приложений, так и для серверных приложений, для мобильных приложений и так далее. Даже для клиентского программирования в браузере можно использовать, потому что мы компилируемся не только в Java, в байт-код, но и в JavaScript. Проект open-source, мы их относительно недавнего времени, с февраля. Так что все желающие могут прийти к нам на GitHub и сказать, что вот у меня тут есть замечательный кусок кода, давайте вы туда же интегрируете. И мы в общем очень часто это делаем. В принципе, сейчас уже человек 10-15 более-менее регулярно присылают нам патчика. Важная часть состоит в том, что это язык для промышленных программистов. Речь не идет о том, что мы делаем язык для обучения, язык для конкретной компании или еще что-то. Это язык для всех нас с вами, чтобы писать на нем промышленные приложения. Есть хороший вопрос, который почему-то в этот раз не задали в самом-самом начале. Есть такая заповедь, в толстой книжке в одном было 10 заповедей, а она звучит вот так. Никогда, ну совсем никогда надо создавать свой язык программирования. Плохая эта идея. Многие пробовали, очень многих не получили. Как же так получается, что мы взяли и все-таки стали разрабатывать язык программирования? Ну, тут есть такой как бы резуистический ответ. Стоит он в том, что Java очень хорошая платформа. Люди пишут книжки и прямо вот на обложке книжки пишут Java Rules. Очень круто. Так, любим свою платформу. Вот, на самом деле, действительно, у нас есть очень хорошая платформа. Ну, то есть у нас есть виртуальная машина, которой там все доверяют, несмотря на то, что у них есть баки. Вот, у нас есть замечательные библиотеки, OpenSource Community, все очень здорово работает. Вот, очень многим нравится. Вот, с другой стороны, у нас есть некоторые инфраструктурные проблемы. Например, у нас есть довольно-то задолбавший всех язык программирования Java. Вот, и мы, собственно, в JetBrains, поскольку понятно, что все наши продукты для разработчиков, поэтому это продукты, которые мотивированы нашими проблемами. Просто, понимаете, у меня проблемы, я хочу продукты, которые меня от этого избавят поздно. Вот. Ну, давайте, хорошо. Не, отобрали микрофон. Так меня слышно? Хорошо. Да, ну вот, собственно, наши продукты, они все мотивированы нашими проблемами. Вот, и мы в какой-то момент поняли, что карты мы очень давно уже пишем на Java, очень много код на Java написали. Вот, но если первые версии идеи выходили там на третьей, четвертой версии Java, а потом там четвертая идея выходила на пятой Java, то, соответственно, идея выходит на шестой Java, это как нехорошо. Идея едет гораздо быстрее, чем Java, это нечесть. Вот, мы стали пробовать, ну, правда, сидел очень любопытно, как я делал на Java. Вот, нам надоело. Мы решили попробовать языки программирования, там, люди что-то придумывали. Вот, пробовали, с переменным успехом, скажем прямо. В общем, в итоге нам не понравилось. Ну, не смогли использовать наши условия, от которых уже ничем не отличаются с экстрементом. Словия, на самом деле, ни игру, ни скалу. Это на тот момент были две основные альтернативы Java. Вот, и как-то призадумывались, что, видимо, мы уже делали. Придется, как-то новый язык. Вот, здесь есть вопрос, а кто, собственно, вы разрабатывает новый язык. Ну, вот, хорошо, вот. Да, всем понятно, надо новый язык. Как выяснилось потом, это понятно было не только нам, а вообще всем. Потому что, когда мы заносили после, мы были совсем не первыми за три месяца в окрестности этой даты, кто заносил новый язык. Строго, у нас это сделали еще откатовцы и петельцы. То есть, в общем, все догадались, язык нужен. Вот, вопрос теперь, собственно, кто его должен делать. Ну, каждый решил, что я. Я могу только рассказать, не я, в смысле я, а в смысле каждый решил, что он. Вот, я могу только сказать, почему мы решили, что джинд Прейдс. Дело в том, что есть такая простая арифметика, немножко смешная, что если у вас есть IDE, то она делает примерно половину работы капиллятора. Потому что она берет ваш код, анализирует, говорит, где ошибки, и строит по нему все таки семантически осмысленное дерево. Вот, и, собственно, понимает ваш код вот ровно настолько, насколько нужно, чтобы понять, где вы не правы. Что препарты не делать, нужно, в общем, хорошо понимать. Компилятор про метр делает еще одну вещь. Он, собственно, метит в байкопы. Ну, мы так посчитали, что, ну, слушайте, мы уже, в каждом видео у нас по полкомпилятора. Мы выпустили на рынок теми штуками Е. То есть всего три с половиной компилятора. Наверное, не справимся еще один написать. Что такое? Вот. В общем, мораль в том, что на самом деле у нас просто есть некий уже накопленный опыт работы с языками программирования в компании. Понятно, что он нам бы хотелось проще кому-то другу. Ну, вот, собственно, в итоге получился проект Kotlin, который мы, в общем, настойчиво позиционируем как не исследовательский проект. То есть у нас есть компания-исследовательские проекты. Это не речащий проект. Это проект, сделанный инженерами для инженеров. Обычный тул, как все остальные наши тулы. Вот. Это, как я уже сказал, не доменный ориентированный язык. И не наш язык. Это язык для всех, но консорственный, в принципе, если придет какой-нибудь крутой контрибьютор, который будет делать больше нас, мы будем очень счастливы. Будем с ним сотрудничать. Есть ли вопросы? Давайте я коротко скажу. Пром «почему не было» я уже сказал, он связан с очень медленно. С грубо говоря, проблема, в первую очередь, производительность. Ну, и кроме того, и динамической этой проблемы с тем, что IDE не может быть абсолютно точной. Ну, а в «ребресик» без точной в виде работы не принято. Вот. Со скалой, на самом деле, что интересно, есть похожая проблема в смысле IDE в том, что под печальной историей развития IDE для скалы говорит следующее, что примерно 8 лет команда скалы делает IDE для скалы, и прямо 4 года делаем мы IDE для скалы, и у нас с ним получается гроко плохо. Вот. То есть, ну, не то, чтобы мы такие, они такие уроды, и мы такие уроды, и мы, они нормальные, кстати, люди, но у нас как-то не получается. Вот IDE для скалы. Есть подозрение, что это такая довольно фундаментальная проблема, естественный язык достаточно трудный для инструментальной поддержки. Кроме этого, есть некоторые другие идеологические сложности. Например, скала очень сильно опирается на концепцию Блисситов в разных местах. Блиссит то, блиссит это. Ну, что это значит? Что, когда вы введите код, он делает что-то потрясающе прекрасное, но вы не знаете почему, потому что там, собственно, блиссит. Вот. Это такие вот идеологические проблемы. Ну, кроме этого, на самом деле, если подумать, просто такая философия, основная за языком скала состоит в том, что вы представляете очень мощную библиотеку, и дальше опираете на систему типов, которая не дает вам делать ошибки. Система типов – это такой, очень, на самом деле, разведительный сложный инструмент, который может последить многие ошибки, но при этом все многие. Вам нужно понимать язык, при котором вы говорите, схематикам. Если она достаточно сложная, то язык достаточно сложная. То есть язык сообщения вообще, которые вы говорите, которые вы получаете. И почему это не компилируется, чтобы это понять, нужно понимать, что в том, чем вы говорите. Ну, и это, мне кажется, достаточно важная штука. То есть в этом месте очень важно не услаживать. Вот. И вот мы пытаемся не услаживать сейчас. Я, везем? Там еще на втором слайде было что-то про JavaScript, то ли ориентит, или что-то такое. Нет, нет. Там не то, что JavaScript ориентит, мы умеем компилировать в JavaScript. Просто кроме Java, мы еще умеем компилировать в JavaScript. Ну, собственно… Основная идея заботы на это коротко. Коротко. Сделать так, чтобы было коротко и понятно. Вот. Ну, на самом деле, есть такой… Это уже более-менее общее место. Все примерно одно и то же говорят свои языки. Зачем… Каким должен быть новый язык? Должен быть язык, подходящий для разработки больших программ произведенных команд. То есть так, чтобы, если какой-то написан, было понятно, что он делает. Друг говоря. Ну, я сейчас буду показывать какие-то примеры, может достанет понятно, как-то работает. Секундочку, я применяю микромат. Еще, перед примером, на один вопрос тогда. Было написано, и известно, что сходлено можно запускать Java код, с Java кода можно запускать Kotlin. Но Java сам по себе язык, он достаточно примитивен, и вся мощь находится в фреймворках. Насколько хорошо интегрируется Kotlin в фреймворках? Да. Ну, собственно, вот идея как раз в том, чтобы комперироваться с существующим с существующим Java кодом хорошо. Это как раз и значит, что мы умеем понимать фреймворки, мы умеем понимать то-другое. Вот. Прямо сейчас мы еще не начали по-честному проверять, что вот там Spring хорошо работает с Kotlin. Но мы знаем просто, что по принципу ограничений нет. То есть, если сейчас не работает, это багиных почти. Вот. Так, ну давайте я еще немножко расскажу, как это общится. Значит, история развития. Вот в самом начале, мы когда, собственно, попробовали разные вещи, решили, что мы теперь понимаем, что нам нужно, и чего нет на самом деле по реализации прямо сейчас. Самым главным для нас, самой главной задачей является вот это самое совместимое с Джавой в обе стороны. Потому что, ну, ровно наша ситуация и ситуация большинства других людей, это что у нас есть какой-нибудь огромный Джавский кодбейс, там, который чекавливается из репозитория 10 минут. Да? Значит, и вот он есть, мы не можем выбросить, но мы хотим себе хороший язык. мы хотим новые вещи в этом кодбейсе писать на хорошем языке. Соответственно, нам нужна полная прозрачная совместимость обе стороны. То есть, чтобы кодбин можно было вызывать из Джавы, Джава можно было вызывать из кодбина, и для этого не делать ничего специального. Просто берете и вызываете, и все. ИДЕ все понимает, компиляторы все понимают и так далее. Все это, на самом деле, самое главное, что мы делаем. Сделать так, чтобы у вас был хороший язык без затрат на изменения платформ. Вот. Дальше вот эти вот слова, которые тут написаны, это такие басборды, они сами себе ничего не значат. И понятно, что мы хотим хороший язык, чтобы приятно было писать. Потому что получался код компактный, чтобы его можно было читать, чтобы ошибки отслеживались, чтобы компилировалось быстро. Ну, работать куда можно. Вот. Ну, и, естественно, как-то, понимаете, если я приду к своим коллегам в GBS и скажу, вот у меня такой прекрасный язык, но ИДЕ почему-то не получается. Мне не повинут. Вот. Поэтому у нас, естественно, есть очень важная задача. С самого начала язык разрабатывается так, чтобы к нему могло быть хорошее белье, и мы работаем на белье, в общем, с самого начала. Вот. Ну, вот, собственно, в феврале мы заопенсорсились. Приходите на GitHub. И сейчас мы уже приедем в Мэлсдон 1. Вот. На подходе Мэлсдон 2 и через там еще два-три Мэлсдона ожидается бета-версия. Бета-версия – это стабильный компьютер, которым можно пользоваться с приличной ИДЕ. Вот. Но после нее не сразу следует релиз, потому что дальше происходит самое главное. После того, как выходит бета, наш план состоит в том, что мы начинаем активно использовать Kotlin в JetBrains, то есть писать на нем сам Kotlin, естественно, часть идей, других продуктов, вот, чтобы за вот этот какой-то разумный промежуток времени понять, что мы действительно придумали хороший результат. То есть, если наши программисты скажут, что это хороший результат, мы верим, что, в общем, всем остальным это тоже понравится. То есть, если Kotlin заработает в продакшене JetBrains, ну, допустим, после даже каких-то исправлений, вот, после этого выходит спецификация и релиз версии 1. То есть, когда это произойдет, я не могу сказать. Могу сказать, когда мы надеемся, что вот это произойдет, потом будет какая-то там точка рефрагации, что все, использоваться, будем собирать фидбэк от наших ребят, чинить проблемы какие-то, если будут, так далее. Вот, в любой из этих моментов вы, естественно, тоже можете присоединиться и помочь нам валидировать наш язык, мы будем еще рады. Вот, соответственно, прямо сегодня вы можете прийти к нам на форум и сказать, а вот мне очень не нравится вот эта штука в Котлине, давайте ее починим вот так и так или просто мне не нравится эта штука в Котлине. И наоборот, ребята, тут такая классная штука, сделайте ее еще более классной. Вот, приходите, обязательно ваш фидбэк, это очень полезное дело. Вот, так что, когда будет релиз, точно не знаю, когда заработает, действительно по-хорошему, тогда будет оставление всех операторов будет через несколько месяцев. Вот, ну, собственно, пришло время показывать примеры. Если как-то вы в элке, мы там потом постараемся как-нибудь на больший вопрос. Значит, ну, вот HelloBout, собственно говоря, тестовый внизу, а потом сначала HelloBout. Вот, значит, ну, собственно, программа, вам тех видно? Хорошо. Вот, значит, вот на Котлине выглядит примерно так, то есть у нас организован в пакеты, и при этом функция не обязана сидеть в классе, функция может сидеть прямо в пакете, потому что, в общем, разумно. То есть статических функций у нас нет, у нас есть либо мемберных классов, либо функции в пакетах. Вот, ну, собственно, есть ли какие-нибудь вопросы? Что такое fun? Fun – это когда вы получаете удовольствие. Вот, ну, на самом деле, понятно, что fun – это сокращение слова «функция», вот, и вы, наверное, даже сами об этом догадались, хотя получили много удовольствия в процессе. В рамках Gm все равно эта функция должна приводить к какому-то классу. Конечно. Кот, он где-то, то есть, есть, получается, официальный класс для пакета? Для пакета, да, совершенно верно. Если мы посмотрим на байт-кот, это выглядит вот так. У нас есть на самом деле класс HelloSWashNameSpace, и в нем тот самый public, даже final static void main, который все это самое делает. Вот, окей. Ну, давайте я немножко подобавляю в этот пример, чтобы было примерно понятно, как синтекс из разных вещей выглядит. Я вот создал какой-нибудь класс. Вот, и в этом классе у меня выглядит функция grid, которая будет, собственно, печатать этот самый. этот самый HelloMove. Теперь я хочу создать объект моего класса. Да, у нас нету точек запятой, то есть, если хотите, они есть, но мы не хотим, меня нету. В принципе, я могу поставить точку запятой, если надо, но я не люблю точку запятой. Вот, значит, создаем объект, оператора new у нас нет, он как-то не нужен, зато есть код completion. Мне кажется, что это честная отмен. Вот, ну, запустили, собственно, посмотрели, что там. Вот, есть, естественно, всякая там навигация в коде, в общем, это я работаю, более-менее. Вот, можно, например, выделить эту переменную в expression, наоборот, expression-переменную, вот, сделать ее вместо локальной переменной слово вау, если кто-то еще не достаточно прожезнает скалу, слово вау означает, что это локальная переменная, которая не может быть изменена, то есть final переменная. Вот, обратите внимание, что типу этой переменной нету, вот, ну, его не то, что-то совсем нету, компитатор-то знает какой у него тип, мы просто вы не написали этого сами, вот, можно написать на самом деле стринг, но у нас не очень интересует это. Вот, можно эту переменную вместо локальной сделать мембером в классе, у вас получится на самом деле не переменная а property, то есть, если посмотреть на подход этого класса, там на самом деле будет метод getS, который возвращает это самое значение поля, вот, но вы этого всего не видите, вам дети-ресетеры больше писать не надо, все, эра где-то сетеров закончилась. Вот, да, ну давайте мы переименуем наш, чтобы опять же понимать, сделать, что у нас и где, на самом деле, это и он, да, переименуем переменную, вот, и еще немножко синтаксиса, я хочу добавить в свой класс конструкцию, у которого есть параметр, кого приветствовать, так вот, значит, конструктор живет вот здесь, в головке класса, это опять же, честно, позаимствуем из скалы, вот, называется первичный конструктор, вот, я могу завести там в себе параметр, это самое имя, вот, и теперь могу использовать параметр где-нибудь в телеклассе, ну, на самом деле, в телеклассе, инициализатор, например, прямо вот, быстро, вот, то есть, что я здесь сделал, я сказал, что моя строчка грейтинг, это hello, а потом вот это вот имя, которое здесь было, если кто-то хорошо знает груви, то он догадывается, что это на самом деле интерполяция строк, или строковые шаблоны, так называемые, то есть, вот в этот момент expression name будет вычислен, и вставлю в эту самую строчку, то есть, у меня теперь есть ошибка компиляции, вот здесь, потому что у меня хотел, чтобы был параметр, ну, я, собственно, напишу здесь снова киев и получу тот же самый результат. ну, соответственно, если посмотреть, например, на исходники println, то можно заметить, что это, там, некая наша стандартная библиотека, которая, в свою очередь, вызывает уже javascript стандартную библиотеку, и вот он, самый класс javascript printstream, то есть, исходный на самом деле вызывает вот javascript код, если я создал javascript класс тут рядом, назову его test, вот, значит, вот мой main, и я скажу, что в мое гритер, то вот он, собственно, мой класс гритер, можно сказать, даже grid, вот, и сходить в его исходники, естественно, то есть, вот я из java попал в Kotlin, ну, и, в разумеется, можно запустить и получить hellojava, даже можно подебажить. А что с пакетом случилось? Он такой и был там изначально? Пакет вот такой, да, это у меня просто, чтобы было упорядочено в делиле. Так как я хочу, а не по алфавиту, у меня там написаны нолики, эти дурации. Да, давайте. Использовали вы какие-то библиотеки из груви, чтобы мы не использовали? Библиотеки из груви не использовали, мы использовали разработчиков груви, а также inspiration вообще. Библиотеки не использовали, но они, просто, синтепизированные, невозможно использовать. Да, конечно. А в каким том, множественное исследование или интерфейс? Я немножко, наверное, расскажу про это покожее. Суть в том, что там интерфейс с реализацией методов много состоит. Вот, ну, трейдер, да, то есть трейдер в классическом смысле, не в скаловском, в классическом смысле, в настоящий. Вот, ну, в общем, такой хеллоу-булк, если есть какие-то вопросы по синтексису, задавайте. А еще конструктор там? А вот, еще конструктор прямо сейчас создать нельзя. Прямо сейчас у класса должен быть ровно один конструктор, а это пайл-дизайн, потому что нечего иметь новых конструкторов. А вот как мы решаем эту проблему для случая, когда вы хотите какие-то дефолтные значения, я сейчас покажу. Вот, так, сейчас, да. Ну, вот, собственно, я хочу поглумиться над коллегами, как обычно, то есть у меня просто тут рассказывать про свой язык неинтересно, я хочу еще про чужие языки рассказать. Вот, ну, угадайте, что делает этот джавовский класс. Вот, да, короткий ответ – ничего. Я вот специально уберу консоль, чтобы было понятно, что он, чтобы делать ничего, он не влезает на экран с вами. Вот, мы стараемся как-то бороться с ситуацией. Вот, и вот аналог этого самого джавовского класса, который написан на подлинне. Вот, это на самом деле еще так, чтобы было объяснять попроще. На самом деле сейчас еще короче станет. Вот, значит, ну, вот мой конструктор, да, у меня есть три параметра, и я взял эти параметры и присваиваю их сюда в MyProperty, соответственно, каждый в каждой. Вот, ну, вообще-то это, конечно, издевательство. То есть у меня вот, что в джаве было, три поля, три параметра конструктора, вот вообще три гетера было. И вот, как и тут у меня что-то, три поля, три параметра конструктора, это неправильно. Надо делать. Надо, на самом деле, делать так. Вот. И станет нам хорошо. Теперь стало хорошо. Ну, что мы делаем? Мы говорим, что наши параметры конструктора одновременно являются декларациями свойств для этого класса, и фактически происходит то, что было написано только что, то есть я объявляю три свойства, в них присвоено значение, которое передано в конструктор. Значит, что теперь делать, если я хочу, чтобы одно из моих полей имело дефолтное значение? Это единственное приличное применение для рекурсных конструкторов в джаве. То есть если вы хотите два конструктора, которые делают почти разные вещи, не держите телефон так. Не надо так делать. То есть здравствуй, класс J-Dialog из свинга, который, я не знаю, если кто-нибудь пишет на свинге, все, наверное, обожаются, его там, 560 конструкторов. Не надо так делать. Не хорошо. Вот. Если я хочу, чтобы я мог, например, обойтись без параметра, третьего параметра вот здесь, то есть поле возраста не передавать, я могу пойти вот сюда и сказать, что у меня по дефолту возраст 18 лет. То есть это, ну там, знакомые, я не знаю, из миллиона языков дефолтные значения для параметров. Если вы не хотите передавать ничего конкретного, то передастся вот этот дефолт назначение. Нет, но может быть где угодно. Да, конечно, можно и первое объявить, второе, и третье. Вот. Если вы хотите, скажем, задать только второй параметр и не хотите первые два, то вы пишите вот так. Дефолтное значение может быть доступным, не обязан быть константой, оно может использовать environment, в котором оно написано, то есть другие параметры, что там объявляют самые методы из объявляющего сколка и так далее. Довольно много чего. Там можно просто продолжить. Если у нас дефолтные значения вот проставлены там в простой строке, то при println в первой строке при передаче, например, ну там, джон, до и 18, а другой возраст, он выведет что, дефолтные значения? Нет, в первой строке, разумеется, он выведет то, что вы здесь написали. Дефолтные значения используются только, если вы не передали для значения для соответствующего параметра. Вы говорили, что вал это объявление final property? Да, так и есть. Вот здесь произошло одновременно объявление final property и декларация про методоконструктора. я согласен, что здесь перегруженный синтексис, то есть это не значение для поля, а дефолтное значение для property. Кстати, никто на этого еще не говорил. Спасибо, мы не знали. А здесь передать объект? Если передать объект куда-всюда? Ну, здесь, собственно, объекты передают все, с деньги просто объекта. И если есть объект и дефолтное значение его точно? Вы можете здесь написать какое-то значение, которое можете здесь задать. То есть, если вы знаете, как по дефолту создать объект такого типа, то валяйте, пишите. Не знаете, значит, у вас не будет дефолтного значения. Небольшой вопрос по поводу отсутствия возможностей сделать конструкторов. Да. На хоже классе классно будет сильно лучше представить уровень. Ну, например, на туру примеру, не равняйся, на самом деле, вы имеете в виду, что у вас есть два способа дефолтировать класс, но это не обязаны быть конструктором, это могут быть фабричные методы, правда же. Фабричные методы. Извините, там оставлены. Не надо аннотировать методы, которые выделяют и ограничены. Надо, на самом деле. эта история с тустрингом, я сейчас не буду объяснять, почему именно для тустринга писать не надо, но мы эти патчи не будем делать. Да, 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 мне только в конструкторах, конечно. Так, я прошу прощения, я сейчас поеду дальше, а то я боюсь не показать самые прикольные вещи, потому что, ну, понятно, за доклады все-таки скучно. Вот, если у вас остаются какие-то вопросы, на которые я не успел ответить, подойдите ко мне после доклада, я с радостью с вами поговорю про все-все-все. Так, есть у меня цикл форм, такой ничем не примечательный, кроме того, что он идет по строке. Вот, значит, в Java мы не умеем ходить по строке, почему? Да, значит, класс string, он не имплементирует iterable, на самом деле мы используем Java-ский string, он, соответственно, у нас тоже имплементирует iterable, но ходить по строке у нас можно. Как так получается? Значит, на самом деле у нас можно ходить почему угодно у чего есть метод iterator. То есть, если у меня есть строчка, я могу на ней вызвать метод iterator. Вот. Метод iterator есть, и раз есть, то for все равно это интерфейс iterable или какой-то другой источник метод iterator, он умеет ходить почему угодно у чего есть метод iterator. Вот. Ну, теперь второй вопрос. Откуда же у стринга взялся метод iterator? Собственно говоря, в Java-ский string по-прежнему метод iterator не было раньше. Вот, на самом деле метод iterator я только что добавил сам. Для этого не нужно изменять сам класс string. Это в том, что в Kotlin есть такая штука под названием extension функции. Если я сейчас навигируюсь на этот iterator, то мне покажут как это написано. Вот, собственно, вот эта строчка и добавляет нужный нам метод. Значит, что здесь написано? Что это не просто функция, а extension функция? Это функция для класса string добавляет метод iterator, который возвращает то, что здесь написано, но это просто объект реального класса iterator. Вот. Что это означает? С точки зрения байт-кода это обычная статическая функция, она не имеет никакого отношения к классу string. Класс стрим, он как был там у вас в классе, так и есть. Его не трогано. Вот это просто статическая функция утилитная, которую вы, в отличие от привычных нам функций из класса string утил, можете вызывать нормально через точку. Собственно, разница чисто синтаксическая. Вот. Просто можно вызывать через точку и все. Значит, никакой виртуальности, никакого доступа к private member внутри ничего такого нет. Единственное, что меняется в теле функции, это у вас есть переменная disk, которая, собственно, соответствует тому, что вы сюда берете. И все. Больше ничего не произошло. Вот. И теперь я имею право вызывать итератор на своих строках. Самое главное на самом деле это, что он у меня есть в комплишне. То есть, когда у меня есть класс full, ведь ему миллион утилит в каком-то статическом классе сбоку, они все одинаково в комплишне равноправно с методами самого класса full. Вот. И то есть вы теперь действительно изучаете EPI посредством нажимания контру-пробела. Вот это, по-моему, самое прекрасное, что вообще дает это E, когда бы то ни было. Это если у меня есть незнакомый EPI, я посредством нажимания точки контру-пробела изучаю его весь без всяких хождений по желатокам и так далее. Вот, собственно, эти мы с нашей функцией прекрасны, но, в рамках того, чтобы они дают возможность сходить по стропам, некоторые прекрасные вещи делать. Давайте. класс стринг итералы по-моему, указывает, что он имплемитирует интерфейс итера-боль. Да, тут есть в этом примере такая потайная штука. На самом деле, да, действительно, у итератора здесь не обязательно говорить, что он имплемитирует стандартный итератор. Но дело в том, что раз for сам метод итератор понимает по конвенции, то и то, что он возвращает, он тоже понимает по конвенции. То есть, вот этот метод next, просто, то есть, там просто обязан быть метод next, метод next, все, больше ничего не должно быть. Вот, в принципе, это не особо нужно за чем-нибудь. Ну, как-то смешно, что одно понимаем по конвенции, другое не понимаем, поэтому понимаем все. То есть, я здесь, в принципе, лучше было бы, конечно, если я здесь написал, что эта штука имплемитирует стандартный итератор. Так. А в каком скоуте будет доступен этот итератор итератор итератор? Значит, очень правильный вопрос. Вот, я никогда про это не рассказывал, чтобы вы обязательно спросили. Значит, где будет виден метод итератор? Он будет виден там, где он объявлен и там, куда вы его заимпортируете. То есть, можно написать явный импорт, но как статический импорт в Java. Вот, и если вы заимпортировали, то этот метод виден, если не заимпортировали, то не виден. Комплишер, естественно, умнее вас, не будет смотреть на ваш импорт, вы все вам предложите в любом случае. Вот, соответственно, если вы не хотите вдруг какие-то extension используете, вы их не импортируете, их у вас нет еще. Какие проблемы? Получается, из Java этот итератор не будет доступен? Особенно он будет, но не через точку, а в виде статической функции. То есть, вы хотите говорить там какой-то класс с точкой итератор от строчки. Чего против? Речь идет только о дополнении API или просто стринг это final class и с переопределением там никаких фокусов не будет из-за этого? Нет, с переопределением никаких фокусов не будет. Вообще, правило такое, если мы определим extension, который выглядит точно так же, как метод в классе, то он называться не будет. Методы класса всегда побеждают extension, во-первых. Ну, во-вторых, к переопределению это все не имеет никакого отношения, то есть, это все статическое. Все это реализовывается статически, то есть, виртуальные таблицы это все никакого отношения не имеет, в класс не попадает, не открывается, и ничего не происходит. Хорошо, я прошу, тогда сразу же возникает другая проблема. Вот есть какой-то хороший framework, у него есть API, ему не хватало какого-то метода. Мы написали extension, все хорошо, он делает нам то, что надо. А потом выходит новая версия framework, и они добавляют метод в новой версии, который абсолютно одинаковый с нашим дополнением. В результате мы полностью ломаем наш код. Как это было? Ломаете ли вы ваш код это открытый вопрос на самом деле? Если extension, если они добавили то, что вы хотели, то код продолжает работать? Добавили то, что называется точно так же. Да. эта проблема может возникнуть. На самом деле, я считаю, что вообще при миграции на новой версии фреймворков нужно запускать соответствующие тулы, которые проверяют, сколько у вас поменялся код, в RGRI тоже. Вот, так что, да, эта проблема существует, безусловно. Вот, существует. То есть, без нее нужно чтобы с ней бороться, нужно просто прогонять анализ при переходе на свежую версию, чтобы он вам сказал, что вы знаете, вот этот extension надо переименовать или не переименовать. А не должен ли это компилятор делать? Компилятор, это делать, ну, то есть, это может за вас сделать какой-то тул, это не может быть компилятор, потому что с компилятором вы общаетесь в режиме с компилируемыми эти исходники, а тут вас надо спросить, а не переименовать ли вам extension, дорогие друзья? Ну, конфликт, конфликт, не совсем настоящий, дело в том, что, так сказать, если у вас есть какой-нибудь класс, это какой-нибудь extension достаточно общенный, ну, какому-нибудь относительно базовому интерфейсу, и какой-то из классов внизу добавляет свой метод, то компилятор extension конечно мог бы ругаться, вот, но это такое спорное. Ну, кстати, это интересный вопрос, стоит ли нам ругаться вообще, когда есть clash? Непонятно, надо подумать. Ворнинг точно может, абсолютно точно, вот по поводу стоит ли ругаться, мы просто, я немножко уже давно писал эти правила оберноводов, я забыл кейсы, надо посмотреть наши записи и вспомнить, будет ли плохо, если мы будем ругаться на clash между extension и не extension. Ну, в сказали, такое же делается имплиситами, имплиситы плохо, а вот это... Ну, я не хочу сказать, что имплиситы плохо, есть разница. Что имплиситов, есть важный недостаток, связанный с тем, что они, наверное, моментами врагуют что-то в объекты, у вас пропадает identity, вот, и, соответственно, случаются некоторые неприятности. В новой скале этот патч нет, будут валили классы, имплисит валили классов, которые в филипроводстве не будет. Вот, в этом смысле, ну, только тот факт, что вы получаете неявное преобразование. Мне не нравится. То есть, я не люблю имплисит именно за то, что они мне позволяют не только метод вызвать, но еще передать куда-то, где я. где это, где ожидают, не то, что у меня есть. Вот, ну вот, собственно, и все. Вот, мне показывают, что у меня осталось всего 15 минут, я поэтому пойду немножко побыстрее, извините, что я на все вопросы отвечу. Вот, хочу показать немножко, ага, я еще должен показать совершенно вот этот пример обязательно. Вот, значит, пример такой, как использовать, как сделать, не просто строчки, скажем, джавовские коллекции лучше. Самый рекорд, он в основном про то, как сделать жизнь на платформе джава лучше. Вот, этот пример про то, как сделать работу с джавовскими коллекциями лучше. Вот, эта функция лист, она просто создает обычный джавовский лист из там двух объектов и записывает ее в коллекцию users. Вот, теперь я хочу на джавовских коллекциях методы, которые мне позволяют нормально обрабатывать данные, например, фильтровать, или мои письмозаты, или еще что-то. Вот, я вот взял и добавил в extension функцию фильтр к списку, который принимает вот это что? Да, правильно говорить лямбда, замыкание это множество переменных, а вот эта штука, это функциональный литерал или на жаргоне лямбда выражения. Вот, и просто для каждого элемента списка мы смотрим на него, и если у него возраст больше тридцати, то мы его берем, иначе не берем. соответственно, вот такой относительно прямолинейный синтаксис. На самом деле мы научились углубить делать этот синтаксис немножко приятнее, то есть вы можете вместо вот этого писать все-таки без лишних скобок, просто фильтровать по данному лямбду выражения. Давайте посмотрим на то, как это реализовано. Вот, значит, у меня есть декларация функции. Это, что такое? Дженель параметра. у меня есть на самом деле дженерит функция, у которой, который веет экстеншен к произвольной коллекции, коллекции чему угодно, называется фильтр и принимает предикат, то есть функцию, это вот синтаксис для функционального типа функцию из T, вот того, в буллин. Говорит, да нет, берем, не берем. Ну и здесь мы решаем, берем, не берем. Вот. Ну, соответственно, если я импортирую эти функции, то я получаю фильтр на листе. Можно спросить? Да, конечно. Если я фильтрую лист, у меня в конечном итоге вернется лист или коллекция? У вас всегда вернется лист. Независимо от того, что вы фильтруете коллекция, сет, что угодно, всегда возвращается лист. Причем readonly array list такой-то. Самый-самый безопасный. Вот. Соответственно, я могу добавлять относительно сложные вещи к существующему API без того, чтобы переходить. Мне не нужно написать собственные коллекции для того, чтобы не был фильтр. Хохмин использует жабские коллекции. Вот. Теперь хочу показать немножко... Даст мне немножко магии показать. Попробую показать немножко магии. Да. Показать вам немножко магии. У меня, к сожалению, маленький мониторчик, и магия обязательно целиком. Ну, ничего. А, давайте я. Что-нибудь? Грохнем на пары. Черт, пары. Так, давайте смотреть. Значит, что у меня здесь вообще происходит? Что эта штука делает? Пармирюйте сошли. Да, но генерирует html на самом деле. Вот. Если вы знаете груви, то в груви такая штука называется билдеры. Она сделана, используя всю массивную такую артиллерию груви, которая занимается тем, что там динамически подсумкает контексты, куда-то еще что-то такое хитрое делает, тормозит очень сильно. Вот. А у нас это все сделано просто на обычных функциях и оно еще строготипизировано. То есть, если я вот здесь например напишу т.д., мне скажут, что это как нехорошо, не бывает т.д. под таблицей. И т.д. под т.д. тоже не бывает. Нехорошо так делать. Вот. Соответственно, как это работает? На самом деле, каждый из вот этих тегов это вызов функции, которые в качестве параметра перед на другая функция. Фокус состоит в том, что нам же нужно как-то догадаться, что table это video html для ATR собственно является сам цельсом таблицы и так далее. То есть, так древовидную структуру получить. нет времени вдаваться в детали, но идея в том, что здесь везде на самом деле все методы объекта DESS, который меняется от местных мест. То есть, этот DESS из одной функции, этот из другой функции, с третьей функции, то есть, вот эти вот штуки в скобках, это на самом деле extension функции и таким образом у вас получается builder. А то, что у нас строго типизировано говорит о том, что XML произвольно и так уже не построить? XML произвольный, ну, совсем произвольный, для которого вы нигде схему не описали, так не построить. Вы можете, собственно, у меня есть описание структуры HTML, вот здесь чуть-чуть ниже еще, в котором написано, что вот бывают такие теги. То есть, если вы написали, какие у вас теги бывают, какие у них бывают дети, мультипизированный TSS для вот того XML, который вы описали. По XSD схеме можно? По XSD схеме можно? По XSD схеме прямо сейчас нельзя, но сделаем, чтобы было можно. На самом деле, это такой-то интересный проект, можно будет не писать никаких классов, а можно будет все равно строить XML по XSD схеме. Вот. А JSON-омологично можно делать без проблем. Вот еще одна вещь, которую я просто обязан рассказать, это вот такая вещь. у меня есть такой код величественный. Он берет и создает файл, это обычный java.io файл, не особенный, берет у него список детей. Вот. А дальше я просто хочу взять и распечатать размер этого списка детей. Мне говорят, нельзя. узнать почему. Да, потому что на самом деле этот лист файл, он такой довольно коварный, он вам возвращает null, если этого файла нет или если он не директория. Вот. Значит, в Kotlin есть специальная поддержка для того, чтобы такие вещи не происходили. Если, например, переменные добавить тип сюда, то мы увидим, что это не просто тип, а тип с вопросиком. И с вопросиком значит, что там может быть null, и Kotlin не разрешает вам разарисовывать эту переменную без проверки. То есть вы обязаны перед тем, как, собственно, что-нибудь с этой переменной сделать, написать проверку. Например, вот так. Если я сказал, что не null, тогда можно, иначе нельзя. Вот таким образом, в коде на Kotlin, если вы специально не попросите, MPI никогда не будет. Вот. или если вы не вызвите Java-код, который бросает SPI. На самом деле, если вы посмотрите на Enterprise-приложение и на то, сколько там всякой фигни про MPI, вы поймете, почему мы это сделали. Что-то, на самом деле, очень полезное, мы используем для Java в каком-то вырезанном виде уже довольно давно. Есть ли вопросы? Очень приятно на вопросы, да? На вопросы точка тоже есть. Да. Вот он там такой некрасивый, потому что нет лишнего, не лишнего, не термописи. Вот на прошлой презентации там в G3.7 в G3.7 в G3.7 показывали вариант, когда через аннотацию делают проверку на NotNow. Мы эти аннотации понимаем. Да. Вот мы, собственно, используем G-Brainage уже довольно давно и хорошо их понимаем. Проверка на то, что там делается смотря в функции, которые вообще вы понимаете? Проверка смотрят только на типы. То есть, если у вас функция возвращает новый полтей, то это может быть новым. Если нет, то не совсем. Ну, не совсем. На самом деле, во-первых, в G3 есть аннотации Now, Will Not Now. Это первый пункт. Второй пункт. На самом деле, вы можете добавить кознанских аннотаций, которые объясняют как на самом деле, и мы их даже собираемся автоматически выводить. Ну и дальше, вот здесь дальше есть северпоинт. То есть, мы либо оставим так, и будем действительно считать, что в Java все налабо по дефолту, либо все-таки сдадимся и будем в Java скидить и посчитать, то ли налабо, то ли нет, неизвестно, а потом рассматривать однозначно. Но это пока мы делаем так, что в Java все налабо по дефолту, если вы не сказали специально, что не налабо. На самом деле, это очень полезно для Java с того хода тоже. Там поначалу все будет с вопросами, а потом вы будете потихонечку аннотировать, аннотировать, аннотировать. На самом деле, мы так сделали в G-Brainсе, без всякого кофина. Мы так сделали с Java и G-Brainсе. У нас потихонечку появляются аннотации not-nal в коде, потому что никуда приходят в P-E, ты начинаешь что же начинаете делать? Начинаете писать проверки в виде в коде, где тут нал, где тут нал. Они пишут на самом деле в аннотациях на параметрах гораздо проще, чем в коде. Так, как это и работает. Вот, к сожалению, я вам не покажу еще два примера. Один про паттернмейч и один про тесты. Ну, я просто не успел. Ничего страшного. Зато покажу какую-нибудь картинку под конец. Этого всего я вам не покажу. Покажу такую картинку. Да, сначала еще такую картинку. Вот, дорогие друзья, у нас в P-E, это значит, что можно развлекаться. В P-E, когда вы приходите домой с свободой, такой весь тонной энергии, вот, и вместо того, чтобы заниматься своими домашними делами, садитесь и начинайте писать код. Вот, это значит, на самом деле, конечно, переходите, это очень здорово, очень круто. Вот, алгоритм такой, вы идете к нам, например, в трекер, находите там, находите там реквест, который вам нравится. Если вы хотите, чтобы он был простой, можете поискать реквест, который помечен в флатом в юбе. Там очень разные вещи, которые легко пофиксят в одну строчку. Вот, пишите туда, хочу пофиксить этот реквест, и мы его не фиксим, ждем вас. Вы потом идете на GitHub, делаете себе форт-репозитория, фиксите, заметьте полу-реквест и попадаете в историю. Вот, обязательно приходите, это очень здорово, многим уже нравится. Наджали, пока Наджали. А, не переписали еще? Нет, 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 вот, я тут рассказывал про то, что будет в руках, и вот в этот момент начнется, собственно, переписывание на Наджали тоже. Вот, а вообще приходите почитать, у нас здесь домашняя страничка, с нее все остальное доступно, а здесь еще такая классная игрушка, называется Coding Web Demo, не помещается, к сожалению, не на экране наша классная игрушка, но ничего. Вот, это вот не собственно Web Demo, а это программка, которая там написана. Вот, она умеет примерно HDMI кандосилизовать, а вообще это такая маленькая IDE в браузере. Вот, где вы сюда приходите, Coding Demo, GPRINSCOM, у вас есть какой-то код, ну, в данном случае, код просто из примеров, то есть, пресеты, можете его сами редактировать, там есть completion, можно запустить, посмотреть, как работает, как не работает, вот, собственно, рыбок этих самых погонять, если мне не так интересно. Есть интернет, смотрите, вот, написанная в примере программа, запускается, даже JavaScript в данном случае вам покажет, который сгенерировался, но она умеет в JavaScript и в Java, так что, что хотите, надо запускать. Вот, так что приходите с этим поиграть тоже, вот, приходите писать и обязательно всякод. Спасибо за внимание. Все, у меня есть еще пара минут на вопросы, ну, и еще сколько года минут на вопросы, дальше. Да, все, опенсорсное, все, все, Apache 2 или E компетатор. Давайте. Майлин поддерживается, она поддерживается. Да, есть майлин плагин, есть автогой доски. Давайте, хорошо. Недалеко, вчера я разговаривал с человеком, который начнет писать эклипсиски плагин. Вот, то есть мы будем в это вкладываться сами и, ну, дальше, надеюсь, что комьюнити поможет. Долгая история, приходите рассказать. Существуют ли в настоящее время какие-нибудь плагины для IntelJ? Ну, open source, не trial версии, open source на версии IntelJ, community edition. Да, значит, вы берете open source идею community edition, ставите на нее подлинный плагин, опять же, open source для нашего репозитория и пользуетесь, я его точно показываю. А как вы предлагаете на нишу на рынке в ближайшее время? Не слышу нити. Ниша на рынке в ближайшее время? Ниша на рынке в ближайшее время, ну, в ближайшее месяц свои энтузиасты, которые интересны, через год профессионалы. вопрос. Как вы выглядели с инструктором? Как вы думаете, Какаясь. Инструктором в Варусе просто вызывался в дизайнер-классе и только, что вы можете в тему типа. Есть ли возможность поддерживать несколько с инструкторов? Из членов, она будет вести следующим образом. Она просто получает на вход объект, который имеет тип стринг, на самом деле классно более конкретный, но и вызывает его виртуальные функции, которые просто выделяют. С мультипоточными инструментами. Отличный вопрос про многопоточность. В язык никакой многопоточность мы не встроили. У нас есть, ну, сохранность как функция, на самом деле не как в конструкции в языке. И все. Будем пользоваться библиотеками, собираемся пока дружить существующими библиотеками свое не делать. Есть Акро, есть Форкшойн, есть постоянный компьютер и так далее. А значит ли это, что вы с мультипоточностью работаете? Ну, конечно, видимо. А как еще с мультипоточностью работаете? Да, давайте. А как вы думаете, вот Dart вы не пересекаетесь? С Dartом. Значит, мы не пересекаемся с Dartом. Ну, как слышно, не пересекаетесь. Мы тоже латинские буквы используем все. Значит, Dart — это язык, во-первых, только для браузера, а не многоплатформенный. Во-вторых, это язык с очень призрачной системой типов. На самом деле, практически без статических типов. Вот, то есть вы не можете в Dart, например, в IDE рассчитывать на то, что у вас с рефакторингом будет работать без ошибочек, потому что теперь там это просто химты. Вот, но к тому же Dart нет ни дженериков, ни вообще любых других статических механизмов. Конечная энергия, а здесь какова цена? Цена этого всего. Ну, вы знаете, в смысле лакаличности, мне кажется, что мы никакой цены не заплатили, кроме того, что у нас синтексис не похож на JavaScript во многих местах. То есть тут просто, ну, история развивалась, вот, всеобразный синтексис куда-то вырос, и тут его сделать в конечном же том, что пришлось поменять синтексис. А так, в смысле, перформанс, я думаю, что вы практически ничего не платите. Ну, т.е. мы верили в нас, в чем не платится. А в проблемах компиляции какого-то скала нам было бы этого нет? Ну, во-первых, у нас нет принципиальных проблем, потому что мы смотрели на скалу и не сделали то, что у них тормозит. Вот. Прямо сейчас мы не очень быстро компилируемся, потому что мы начали вообще профайлер использовать на компиляторе. То есть там понятно, что мы берем всех этих продуктов, но мы их починить. То есть это не проблема, как бы, принципиально. Как бы сказали, что там есть иплисик, надо искать, поэтому это долго априори. Наступой быстро, как через некоторое время. Еще один вопрос. Вот там из Kotlin мы можем вызывать Java код. А не будет ли при вызове Java кода потери тех преимуществ, которые нам дают Kotlin? Ну, смотрите, значит, какие преимущества вы потеряете. Kotlin гарантирует вам, что у вас не будет NPE, Java этого не гарантирует. Поэтому из Java кода NPE может вылететь, конечно. Вот. Значит, вы на Java кодовских классах не можете объявлять, скажем, не можете использовать параметры, не можете добавлять дефолтные параметры, просто что Java это не умеет. А в плане быстродействия? В плане быстродействия вы ничего не потеряете. Да, один и тот же байткод, просто вообще одинаковый. То есть с точки зрения runtime это просто Java. То есть runtime не знает, что это какой-то кодовый, там, скажем, свои особенности Java и Java. Откуда название? Да, давайте последний вопрос, я извиняюсь. Последний вопрос и мы заканчиваем. Откуда название языка? Название языка происходит в названии острова Kotlin, на котором стоит город Кронштадт, это в Питере. Это вот у нас в заливе такой красивый, мы решили, что хорошо. Вот. С остальными вопросами, пожалуйста, подходите ко мне, здесь есть универчик.